Руководству НАТО посоветовали пригрозить России ядерной войной. Такой ценный совет дал не кто-нибудь, а гражданин России. Правда, от греха подальше, находясь за границей. Андрей Пьянковский, бывший член Координационного совета оппозиции и движения «Солидарность», свое громкое высказывание назвал ни больше, ни меньше программной статьей. И тут же тезисы из нее подхватили другие борцы за свободу. Константин Боровой развил тему в целую дискуссию вместе с бывшим председателем парламента Литвы. В среде так называемой несистемной оппозиции такая риторика вообще стала общим местом. Правда, подобные высказывания ее представителей позволяют себе, исключительно находясь за тысячи километров от Москвы, в Европе, как Пьянковский, или в США, как беглый депутат Пономарев. Тему продолжит Георгий Гривенный. За спиной у политолога торшеры что-то абстрактное на картине. Окружающая обстановка выдает, скорее всего, скромный номер в гостинице, но речь постояльца звучит так, как будто это голос из секретного бункера, где решаются судьбы мира. Ядерный шантаж. Будете сопротивляться нашей программе расширения русского мира, я буду готов применить ядерное оружие. Это нарушение ядерной доктрины Российской Федерации. Андрея Пьянковского по его московскому адресу нам застать не удалось. Соседи говорят, он уехал на лечение в Израиль еще в январе. То есть прямо из земли обетованный политолог, известный речами зачастую скандально-бредового содержания, теперь советует аж руководству НАТО, как правильно распоряжаться своими ракетами. Цели при этом он расставляет на территории России, причем в самом сердце государства. Руководство НАТО должно дополнить военную доктрину положением, согласно которому Североатлантический альянс обессуется нанести ответный ядерный удар по высшему российскому руководству с целью его гарантированного уничтожения. Эксперты, расшифровавшие это программное послание миру, уверены на лицо сбой программы. Гражданин России перестает распознавать и идентифицировать себя в системе координат свой-чужой. Синее обострение. Потому что иным образом воспринимать, например, предложение использовать ядерное оружие для уничтожения российского руководства от кого бы то ни было. Не только от гражданина России или человека, который называет себя российским политологом, российским ученым, от любого человека, даже от иностранца, было бы не просто странным, а лишенным всякого здравомыслия. Свою ядерную во всех смыслах статью Пиантковский, бывший член координационного совета российской оппозиции, приурочил к Вашингтонскому саммиту по ядерной безопасности, в котором официальные лица от России участия принимать не будут. Зато есть мнение, так сказать, альтернативное. За некую альтернативу себя в России пытается выдавать целая группа людей, объединенных брендом, несистемная оппозиция. Например, Константин Боровой, председатель политической партии «Западный выбор», не скрывающий своих установок. Россия, как империя, существовать вот в этой огромной форме не может. Она должна быть дезинтегрирована. Как Вы считаете, сколько в этом, так сказать, правды? Ну, в этом очень большая правда. Собеседник на тему, как нам переобустроить Россию в Вильнюсе, Боровому попался компетентнее некуда. Бывший спикер Сейма Литвы и лидер движения «Союдис» Витаутас Ландбергис когда-то подписывал постановление о выходе республики из состава СССР, так что опыта не занимать. Ныне политический пенсионер не против тряхнуть стариной. Пугают Европу. Чем закончатся отношения с Россией? Если плитурки имеют термоядерное оружие, а на Западе никто им ни разу не ответил на угрозы применения термоядерного оружия, как бы следовало. Товарищи, Ваша весельца будет стоять на Красной площади. Свобода высказывать свое мнение всегда ограничится свободой собеседника. На него реагировать иногда нехорошо получается. Даже в прямом эфире. Константин Боровой, бывший когда-то гостем программы «Двое против одного» на РНТВ «Петербург», должен об этом прекрасно помнить. Сейчас по борде получим. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все. Все, упал Натаныч. Все. Но не стареют душой ветераны политического эпатажа. На нашу просьбу прокомментировать высказывания Андрея Пианковского Константин Боровой сообщил, что тот ни много ни мало спасает мир. Вот то, что делает Пианковский и обвинения, которые ему сегодня приявляются, очень похожи на ситуацию с Солженецным. Профиль израильской клиники, в которой сейчас проходит лечение господин Пианковский, по-прежнему скрыт завесой конспирологической тайны. Георгий Гривин и Дарья Иноземцева, Ксения Жеребцова, РЕН-ТВ.